Слушайте радио Болтком Утро на Болтком Я думаю, у каждого человека есть такой период в жизни, когда он хочет работать в цирке Но вот у кого-то это в детстве, у кого-то, может быть, это остается и в более взрослом возрасте Но мне кажется, вот у ребенка, который побывал в цирке, это какое-то, ну, совершенно потрясение Потому что одно дело увидеть животных там или артистов, гимнастов, клоунов, циркачей, акробатов Где-нибудь на картинках, читая там детские сказки, стихи Маршака Другое дело увидеть, как все происходит живьем И вот это вот представление, это магия, это восторг, конечно, незабываемая Я помню те времена, когда у нас в туристическом цирке я прорвался на выступление Бугримовой Это же там было с тиграми, это было еще когда-то, это было совершенно, ну, невозможно Это какой-то был дикий дефицит, потому что она ездила там по всему тогда Советскому Союзу И попасть на ее выступление было, казалось, невозможно Вот, что сейчас происходит в Рижском цирке? Насколько во времена пандемии, конечно, это все еще усложнилось и этим, не говоря уже о других Тем не менее, есть планы на будущее у Рижского цирка И этими планами поделится с нами Мартин Шкиберс, креативный директор Рижского цирка Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, рассказывайте Ну, насколько нам известно, да, сегодня будут представлены вот те самые планы Рижского цирка Мы очень-очень хотим узнать об этом первыми Спасибо, что согласились поделиться с нами Да, то есть, ну, как бы наше здание, здание цирковое, которое сейчас уже 132 года Она сейчас на реконструкции И сейчас как раз идет бережное снимание всех, скажем так, деревянных деталей И мы много что находим там, аж нашли паспорт 45-го года, который там был, запалялся где-то за трибунами Также там находятся очень старые вещи, как, то есть, еще 19-го века Какие-то там флайерсы, плакаты Так что интересно, интересно, это всегда будет Мы сохраняем эту традицию, это здание будет в первую очередь реконструкция Да, то есть, мы просто сейчас на той степени, когда делается основном, чтобы зимой было там То есть, новая крыша, новая вентиляция и так далее Ну, пока цирк находится на реконструкции Мы сейчас со рижской школой цирковой находимся в Агентскансе В бывшем факультете физики и математики В таком очень хорошем здании И здесь у нас есть тоже возможность Вот, кстати, за мной вот можно видеть это здание, в котором здесь артисты едут на резиденции И также наши ребята учатся цирковым наукам, цирковым трюкам Это рижская школа здесь находится Но, в первую очередь, тоже хочется сказать то, что Несмотря на то, что рижский цирк на реконструкции Мы будем вести разные спектакли из-за рубежа Очень качественные И в этом году мы тоже начинаем сезон на этой неделе И это одна такая латиноамериканская группа Которая базируется во Франции Ну, у них очень... Я видел этот шоу 4 года назад И вот прошло столько времени Разные нюансы, обстоятельства, пандемии и так далее Но, в конце концов, они здесь Это будет великолепнейшее шоу Дом культуры ВЭФ 9-10 сентября На этой четверг-пятницу И вот уже артисты приехали уже вчера И будет мастер-класс для местной, скажем, общины Которой занимается цирком Ребята, которые уже, так сказать, профессионалы Которые и танцоры, и цирковые артисты Которые будут вот два дня заниматься С большими мастерами циркового искусства Которые у нас будут в представлении Дом конгресса ВЭФ И тогда в следующий Уже потом мы На ноябре у нас будет Привозится тоже такая Голландская компания И будет такая цирковая ночь И что-то будет в конце года Это будет тоже цирк Французская компания Будет представлять Представление, как Встречать инопланетян То есть такая шуточная Перформанс С джонглированием И разными интересными нюансами Так что цирк на реконструкции Но ничего не останавливается Но тигров вот то, что не будет, то не будет Мы как бы без животных Я думаю, эра животных закончилась в цирке Потому что, наверное, то, что люди когда Ну, не знаю В прошлом веке там Это было, надо было показать Что ты на, как бы, превосходишь Разным образом Ну, природу, да Так сейчас, наверное Поменялась эта ситуация Нам не надо показывать Что мы можем с природой Сделать все, что мы хотим Ну, так бы я сказал Не, ну, то есть Современный цирк Это что-то между танцем Между акробатик Также используются все эти элементы Как жонглирование, музыка Все это там и есть Ну, в основном Все базируется на креативность людей Клоуны-то хоть остаются? Клоуны остались Клоуны остались И тоже Ну, вообще, каждое То же, что мы Привозим здесь, в Латвию Это всегда там есть Какая-то доля юмора И это В этом спектакле Который вот На этой неделе будет Это очень такой Позитивный заряд И, конечно Супер скиллс Ну, то есть Навыки Акробатика И Дальные эффекты Так сказать Технические Да, Мартинш Вы упомянули О тех находках Которые обнаруживаются Во время ремонта Как планируете Эти артефакты использовать? Какая-то экспозиция Отдельная Там В галерее истории Рижского цирка Обязательно Мы с этим работаем Мы работаем тоже С людьми Которые Работали В Рижском цирке У нас есть Целая такая Так сказать Собранные рассказы О том Что было Как было Сейчас мы идем дальше Еще Вот Уже Ну, там Вот Прошлое Начало Прошлого века Да Мы специально У нас У нас Девушки Работают Над Над Этой Историей Мы собираем Все То, что было И Обязательно Будем выставлять Будет Какие-то Ну Выставки И так же Наверное Мы находим Тоже Вот То, что я сказал Разные вещи Которые И находятся Тоже Такая Как бы сказать Специальные Деревянные Такая Стены Делаются Из старых Этих Дизайновских Деревян Ну Тост Ну И наверняка Если у кого-то Дома Там От родных Близких От родственников Остались Какие-то Вещи Связанные С историей Цирка Вам Вам Тоже Будет Интересно Их Получить Обязательно Да Обязательно У нас Есть Да Мы Это Конечно Все Все Которые Хотят Что-то Нам Дать Мы Будем Только Рады И будем Смотреть На это Что там И как Это Показать Людям Скажите Когда Цирк Может Вернуться В Историческое Здание Когда Может Завершиться Ремонт Реконструкция Даже Мы Планируем Первый Этап Закончится Начало Начало 23 Года Но Это Будет Только Одна Треть Всего Проекта Ну Уже Можно Будет Сделать То есть Это Будет Больше Ну Так Передняя Часть Улицы Меркеля И Это Будет Арена Это Будет Новый Фасад И Это Будет Тепло И Вентиля Вентиляционные Все Эти Возможности Которые Уже Современные И И Сам И Новая Криша Самое Главное Новая Криша Потому Что Старая Криша Стоит Все Все Время На Рейсах Которые Были Это Было 1888 Году Было Открытие Цирка И Рейсы Стоят И Сейчас И Мы И Укрепляем Делаем Чтобы Стояла Новая Криша И Можно Было Там Оборудование Ставить Для Цирковых Представлений И Теплоизоляцию И так далее А Насколько Планируется Я понимаю Что Цирковое Училище Будет ли Принимать Новых Каких-то Артистов И Насколько Они Востребованы Насколько Вы Видите Перспективу В развитии В привлечении Нового Поколения Артистов Ну Мы Как бы У нас Школа Как бы Работает Пятый Сезон Есть Ребята Которые Занимаются Уже Ну Пять Сезон Мы Делаем Какие-то Тоже Уже Местные Мероприятия Это Все Развивается Да Ну Конечно Это Еще Далеко Идти Чтобы Был Какая-то Ну Такой То есть Из Вышли Такие Профессионалы Которые Могут Выступать Ну Мы Все равно На это Идем И Наверное Образование Цирковое Тоже Дает Просто Ребятам Ритм То есть Они Могут Положиться Друг На Друг Эти Все Вещи Которые Цирк Представляет Как Сам Такой Это Ответственность Друг Другу И Все Эти Навыки Они Также Будет Очень Важны В дальнейшей Жизни У нас Есть Также И Группы Для Взрослых И Как Уже Говорил Здесь Есть Тоже Место Где Могут Профессионалы Тренироваться Так что Что-то Начинает Происходить И Происходит Это Тоже Не Только В Риге Это Тоже В Балтии Вообще Это Такая Новая Волна Которые Новые Артисты Начинают Что-то Делают У нас Были Такие Программы Специально Для Местных Артистов Чтобы Они Могли Представлять Балтийский Цирк Тоже За Границей За Границей В фестивалях И Это Происходит Так что Я думаю Конечно Еще Долгий Путь Надо Как бы Будет Пока Здесь Будет Что-то Очень Качественное Но Уже Идем В таком Направлении Что Касается Ближайших Представлений И Возможности Их Посетить Наверняка Есть Ограничения Связанные С QR-кодами Сертификатами И так далее Ну то есть Дом ВЕФ То есть Дом культуры ВЕФ Мы делаем Две Разные Ну то есть Чтобы дети Могли Сходить Потому что Как дети Так сразу Это мероприятие Становится Желтым Там есть Зеленые мероприятия И желтые мероприятия И дети Ну ВЕФ Дом культуры ВЕФ Можно это все Сделать Такие Как бы Две Разные То есть Балкон Это для Тех Которые С детьми Приходят А внизу Партер Для тех Которые Вакцинированы И там Не надо Ну то есть Две зоны Сделан Но они все равно Как-то смешиваются В фойе Там В местах Общего пользования Так как раз Там Не смешивается Фойе Там Можно сделать Сразу Люди Которые Приходят Это можно Сделать Мы специально Это сделали Чтобы Такого Было Возможно Они люди Попадают Сразу В балкон И Те Которые У них Там Также Есть Возможно Спектакль Сам По себе Он Целостный Одна То есть Нет Перерыва Или Что-то Так Что Так Мы Как-то Решаем Потому Что Хочется Что Я Я Сказал Это Спектакль Который Это Не Детский Но С другой Стороны Дети Конечно Всегда Мы Рады Всегда Детям И Чтобы Семьи Могли Приходить Ну Вот Такое Дело Что Я Думаю Это Все Те Которые Делают Что-то Для Детей Сейчас Довольно Такой Сразу Критический Момент Появляется Потому Что Надо Соблюдать Дистанции Надо Маски Надевать И так Далее Я Надеюсь Что Как-то Это Решится Скоро Ну Смотрим Все равно Мы Планы Делаем И Думаем Что Как-то Пандемия Не Не Затронет Нас Так Больше Как Затрогало Прошлые Годы И так Далее Да Конечно Это Хочется Надеяться Насколько Есть Возможность Для тех Кто Интересуется Вашими Представлениями Следить Если Какой-то Аккаунт На Фейсбуке Страничка В интернете Рижского Цирка Чтобы Понимать Когда Будут Следующие Представления Цирк Цирк Точка ЛВ Это Наша Страница Рижского Цирка Также Фейсбук Также Инстаграм Сейчас Будем Начинать Тоже Тикток Это Наверное Вещь Которую Еще Мы Не Начали Но Я думаю Уже В прошлом Году Мы Пробовали Делать Много Таких Ну Как Чтобы Как То То Дигитально Можно Учиться Как Джонглировать Как Там Делать Что-то То Есть У нас Есть Целая Ряд Ютуб Ряд Уроков Как Начинать Джонглировать Как Начинать Маленькую Акробатику Делать И так Далее Ну Конечно Цирк Это Такое Дело Что Надо Это Не Может Быть Дигитально Потому Что Сам Представление Надо То Есть Чувствовать Этот Вот Как Вы Уже Говорили Эту Магию Это 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 Чудес Чудес Которые Могут Цирк Представить Для Людей И Ну Цирк Еще Одна Вещь Очень Хорошая Что Цирк Это Невербальная Да Это Всегда Годится Всем 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 То Мы Говорим Для Всех Поколений Для Всех Национальностей Да Потому Что Там Все Понятно Без Слов И Чаще Все Происходит Практически Под Музыку Кстати Мы Зашли На Страничку Цирк Здесь Есть Возможность Выбрать Латышский Русский Английский Язык Так Что Все Очень Наглядно Понятно Мы Благодарим Мартин Жак Кибер С Креативного Директора Рижского Цирка За Рассказ О Ближайших Представлениях Спектаклях О Работе Школы И Даже Об Онлайн Уроках Которые Есть Ну Можно Через Страницу Официальную Цирка Цирк С.Л.В. Перейти На Ютуб И Там Попробовать Поучиться Что-то там Жонглировать Мартин Спасибо Огромное Еще раз Удачи Хорошего Дня До Свидания